Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сразу поделиться очень важной информацией, опытом, своим инсайтами по теме достижения своих целей, своего личного достоинства и сохранения своих энергий, нерасстраты их. Сначала я немножечко про свой опыт. Из него вытекает очень важная информация. На этих выходных я прокачалась очень серьёзно. Все выходные посвятила серьёзным практикам, которые подняли мой уровень осознанности и самоощущения и прочистили от старых паттернов, от старых ненужных, уже замшелых программ, которые мешали идти, двигаться к своему счастью, к своей реализации. И была проделана реально большая работа. И я думаю, что вы сами, идущие, часто проводите реально большую работу над собой. Это ощутимо. И после этого приходит и понимание, что как делать, и новое видение вообще своих перспектив. И появляется смелость, и откуда-то появляются те ресурсы, которых не было раньше, для того, чтобы, наконец, создать то, что очень давно хотел, но не получалось. Не было энергии, не было ресурсов. А теперь они после прокачки появляются. И вот мы уже такие готовые к новому этапу жизни, к новой работе, достаточно воодушевлённые, может быть, даже немножко подуставшие от пароделной работы. Двигаемся. И в ближайшее время, ближайшее, это буквально от нескольких часов до нескольких дней, ну, у кого как работает, с нами начинают происходить провокационные ситуации. Это, ух, происходит со всеми. Нет такого, чтобы не происходило. Это на проверку, на слив энергии, той великолепной, прекрасной энергии, которую мы только что высвободили, которую мы только что наработали, накачали себя, к нам приходят ровно ситуации, чтобы мы эту энергию по старому принципу слили обратно, вот по старой схеме. И приходят ситуации, которые нас, конечно, могут деморализовать, вывести из себя, вывести из строя. У меня такое произошло. То есть я вчера узнала о том, что моя подруга оставила тело. На днях. И я, конечно, это большое событие. Это произошло сразу после того, как я себя очень серьезно прокачала. Но я включила внутреннего наблюдателя. Сначала у меня пошла, как и у любого человека, тем более в такой реальной ситуации, вот этот отток, угнетение чувства, и боли, и шока, переживания, ну, весь этот замес. И ночь я провела тяжело, и утро я встала, еле ходила. И включился мой внутренний наблюдатель. Что я и призываю вас делать. Смотреть, вот здесь самое главное. Смотрите, что происходит. Вы только что наработали энергию. Вы только что были готовы ее потратить на что-то созидательное в своей жизни. У вас есть цели конкретные, у вас есть приоритеты, у вас есть ценности, у вас есть близкие, ради которых вы вкладываетесь. Но происходит какая-то информация извне, или событие извне, которое действительно начинает забирать энергию. И я призываю оценить это, оценить свое вложение в себя, те затраты энергетические, финансовые, временные и так далее, и почувствовать, вот как действительно идет отток. И что у вас сейчас на данный момент происходит провокация на слив энергии и на то, чтобы вы остались, опять же, по старому принципу действовали. Как по старой схеме включался тот или иной сценарий, допустим, я жертва, или я, наоборот, сострадательная, я всем сочувствую, сопереживаю, или я жертва, меня никто не любит, меня все угнетают, и со мной происходят только грустные события. Как только я воодушевлюсь, тут сразу же происходит какое-то грустное событие, и мы начинаем, ой, караул, что же делать, судьбинушка моя такая. Вот. Это как раз вот те… У каждого они свои, их немного, этих сценариев. Но важно их замечать. Замечать эти сценарии, по которым мы действуем, которые сливают у нас энергию и не дают нам дальше идти, двигаться к своей реализации. И останавливать. Увидеть, что на самом деле это игра, и что мы сами с собой играем, и какая-то часть нас любуется этим и наслаждается от этой игры, от этого сценария переживания. Несмотря на то, что мы уже… Ну, какая-то часть нас осознает, что это для нас губительно. Это слив энергии, которая нам так нужна для созидания жизни нашей. Вот. Это действительно работа. Осознавать и пресекать. Пресечь это достаточно сложно, особенно и в состоянии угнетения. Поэтому нужно выводить себя, вытаскивать себя буквально за волосы, из этой ситуации выходить из пространства и другими внешними какими-то вещами себя выводить на состояние радости. Обратно возвращать себя из этого уныния, угнетения, суперсочувствования и так далее, из боли выводить себя в ту радость, которую вы совсем недавно получили. И у каждого это свои инструменты прихода к радости. Я думаю, что мы здесь люди взрослые уже, многие знают о себе, ну, по крайней мере, какие-то инструменты, вы знаете, что вас выводит в радость. Кого-то танцы, кого-то спорт, кого-то занятия кулинарией, кого-то общение с животными или пение. Но то, что возвращает вас к самому себе, к чувству, что всё в порядке, что жизнь радостная, что жизнь прекрасна, что надо жить так хорошо жить. Потому что только в состоянии радости мы способны творить. Только в этом состоянии. И самое интересное, что мы в этом состоянии способны более-менее быть адекватными и не ломать дров. В состоянии угнетения или суперсопереживания, как бы нам ни казалось это красиво, на самом деле конструктивного ничего нет. И мы вряд ли сможем помочь даже тем, кому плохо, своим суперсопереживаниям. Это не нужно. Важно, как мы можем осознать произошедшую грустную ситуацию, провокационную, и состояние радости сделать правильное действие, при этом не нарушив свои границы и не отдав энергии от себя больше, чем надо. То есть сохранив себе энергию. Далее по поводу прихода к своим инструментам для выхода в радость. Они могут быть разные и надо слушать себя. Это бывает порой просто интуитивно. Вам что-то хочется делать. Вот сегодня мне интуитивно захотелось побежать с утра, несмотря на то, что у меня была работа. Я отпросилась и пошла бегать по полю. И это для меня было терапевтически значимо. Я по дороге встретила коров, которых кормила, обнимала, гладила. И для меня это тоже меня вернуло в детское состояние радости, в мое детство. И это было ресурсно для меня. У каждого человека это будет свое. И нужно, конечно, даже наблюдать за собой и записывать, фиксировать себе, каковы методы формы моей радости. И еще один момент, опять же, по держанию своих границ. Вот как раз, когда вы намечаете свои новые цели, новые планы, когда вы чувствуете в себе энергию, силы, новые ресурсы, появившиеся у вас. И происходит любая провокационная ситуация. Будь то там дети раздражают, отношения с партнером, родители выносят мозг, или действительно какая-то реально болезненная ситуация, болезнь, смерть, увольнение с работы. Разное бывает. Здесь самое главное сохранять собственное достоинство. И что с вами все в порядке. Как бы мир не менялся, это вообще все иллюзорно. Это театр. Вы внутри себя уже решили строить, конструировать мир по-новому, по своему сценарию. И тут начинают происходить абсурдные театральные события. Пожалуйста, поверьте, это просто проверка. Для того, чтобы вывести вас из вашего баланса и забрать эту энергию. Не позволяйте этому дик быть. Можно просто внутренне даже все послать к чертям собачьим и сказать, что со мной все в порядке. В зависимости от того, что происходит. Вы наблюдаете за собой. Вы чувствуете либо сильное соприкосновение с миром, сочувствование ему, либо вы чувствуете себя жертвой. И что вам становится плохо. и вы ищете извне какую-то поддержку. Я вам скажу, что поддержка вся внутри нас. Мы сами себе стержень. Мы сами себе сила. Мы сами себе создатели своей реальности. и когда внутренне просто в этом хотя бы для начала примем решение, что со мной все в порядке. Идите вы на все три буквы и на все четыре стороны. Вне зависимости от того, что происходит. Со мной всегда все в порядке. Я на своем месте. Я в своем пространстве. Я в радости и в созидании. Я иду, действую, творю свою жизнь сам. И это должно поначалу можно подобного рода аффирмации говорить конечно себе внешне. Постепенно они войдут в ваше нутро, глубину. Здесь надо почувствовать свою фиксацию, утвержденность через тело в уплотненность. Что я есть. мои ценности, мои интересы, мои цели, они не для меня значимы, они важнее, чем весь тот абсурд, который происходит вокруг. И постепенно этот абсурд будет меняться. Во-первых, у вас появится сила снова, и появится радость, и появится творческий ресурс на созидание своей реальной реальности, на программирование. У меня так происходит. Вот за моей спиной трехэтажный коттедж, в котором я уже живу все лето. Ничего особенного я не делала. Я просто позволила себе и все. Просто позволила себе и получать деньги, и отдыхать одновременно. и вы точно так же можете себе позволить, если будете включать своего наблюдателя, отслеживая, где вы играете в свою игру, насколько она вам нравится, хочется ли вам выйти из нее, или вам действительно еще пока хочется поиграть в это чувство униженного, оскорбленного или сострадательной матери Терезы, или еще какого-нибудь героя, убегающего, догоняющего. Это вам решать. Когда надоест играть в эти игры, когда захочется быть просто сценаристом своей жизни и просто сидеть и видеть, как реальность разворачивается по вашему сценарию, тогда надо будет отсечь эти сценарии, расстаться с ними, принять решение. Я иду дальше, на следующий уровень. И любой переход на следующий уровень, он, конечно же, ознаменован тем, что мы осознанно отрекаемся от игр предыдущего уровня, от тех действий или тех шаблонов, по которым мы действовали на предыдущем уровне. Но не надо бояться, что вы как, что это уйдет от вас, что то, что вы отказываетесь, что оно навсегда от вас уйдет. То, что надо, оно внутри вас, оно сохранится, просто приобретет другую форму. Я надеюсь, мне понятно выразилось, насколько могла. Желаю вам удачи, желаю вам счастья и радости. И быть самим собой.